Пророческое слово в Ветхом Завете Святой Дух говорит Итак, в обоих случаях люди утверждают, что они говорят слова от Господа Вопрос состоит в том, как в Новом Завете действуют пророчества Если дар пророчества все еще актуален на сегодня, а у нас есть все причины считать, что он актуален Павел ясно говорит в Первом Послании к Коринфянам с 12 по 14 главу, что все это будет продолжаться до возвращения Иисуса Когда нам не нужны будут пророчества или языки или учения или подобные этому вещи И когда он доходит до конца 14 главы Первого Послания к Коринфянам, в 39 стихе он очень ясно говорит ревновать о том, чтобы пророчествовать И нигде больше в Новом Завете это не изменяется Нигде не сказано, что это было для раннего периода, а сейчас прекратилось Просто поверьте слову, мы говорим, окей, это продолжается сегодня, и это не Писание Пророчество это не Писание, если только это не пророчество, которое было записано в Библии Другими словами, когда Коринфине пророчество или Павел не говорил, а теперь обязательно запишите все, потому что это было частью Библии Нет, они провозглашали сотни или тысячи пророчеств, и у нас нет записанного ни одного из них, потому что они не писали Писание И потому, если пророк говорил в 14 главе Коринфянам, другие должны были слушать и судить, должны были внимательно рассмотреть это А затем в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам Павел говорит, пророчество не уничижайте Какие бы ни были у него причины говорить это, возможно были определенные вещи, которые казались достойными презрения Или люди, которые не выглядели искренними, кто знает Но он говорит, не уничижайте пророчество, все испытывайте, хорошего держитесь, и старайтесь не угошать огонь духа, не угошайте духа Так что же такое дар пророчества в Новом Завете? Пророчество это не вдохновенная речь, это не хорошая проповедь, это не просто хорошая проповедь Он не говорит, проповедуйте хорошо, старайтесь научиться хорошо проповедовать Потому что в других местах, где он говорит о проповеди, используется другое греческое слово для проповеди и третье для учения И он говорит Тимофею о проповеди, обучении и подобных вещах Все это отличается от пророчества Пророчество это вдохновленная речь для провозглашения или открытия чего-то, что по-другому неизвестно Например, в 14 главе 1 послания Коринфянам неверующий приходит на собрание и видит, как разные люди пророчествуют Они пророчествуют, и этот человек падает на свое лицо, он сильно облечен во грехе Он говорит, истина с вами Бог, истина Бог здесь В других случаях пророчество предсказывает будущее, то, что еще должно произойти Все пророчества должны проверяться по Писанию Также все пророчества должны взвешиваться и проверяться другими людьми, имеющими пророческий дар И нигде, нигде в Новом Завете нам не сказано руководствоваться пророческим словом других людей В противовес нашим собственным отношениям с Богом через Слово и с помощью Духа Другими словами, никто не может подойти к вам и сказать «Господь сказал мне, ты должен жениться на этой женщине, и вот ты просто обязан сделать это» Нет, это злоупотребление, и это опасно Но дар пророчества прекрасен, и я видел его в действии в своей собственной жизни Я наблюдал за тем, как он действует в жизни других Это сверхъестественно, это приносит славу Господу, иногда даже помогает предотвратить катастрофу Мы пользуемся всем добрым, что Бог вложил в тело И мы проверяем все по написанному окончательному авторитетному откровению Бога в Писании